Субтитры делал DimaTorzok Матч на хорошем уровне, создали достаточно много голевых моментов, но в то же время допустили очень много потерь в средней зоне, что, конечно, стоило нам в итоге победы. Если честно, после каждого матча говорят о том, что практически все команды сильные, слабых команд не бывает, но можно ли сравнивать эту игру с теми играми, несколькими играми, которые были переданы? Я считаю, что все команды в КХЛ имеют сильные, но в сравнении с предыдущими командами с сегодняшним командами, что бы ты сказал? Я не знаю, я не знаю. Мы концентрировались на нашем собственном команде и на наших профессионалов, и я думаю, что мы получили все лучше в каждом матче, и я думаю, что мы должны оставаться на этом курсе. Знаете, я все-таки предпочитаю концентрироваться и фокусироваться на нашей игре, а не говорить о соперниках. Я считаю, что в целом нам удается прогрессировать, и что нам нужно делать, это как-то придерживаться этого курса. Но, наверное, еще неприятнее проиграть будет ли серия. Да, было ли это особенно больно, чтобы потерять в КХЛ? Да, всегда больно, чтобы потерять, особенно в игре, который мы получили в наших руках, и, как я сказал, это всегда больно. Проигрывать всегда очень обидно, тем более, как сегодня, когда игра была фактически в наших руках. Верно, вы наконец-то забросили, а приятным чуть-чуть? Насколько отпустило после заброшенных штатов? Для вас, лично, чтобы сбросить гол, был ли это какой-то выбор? Или ты чувствовал, как будто бы немного бомбировался? Конечно, да, это был первый гол в сезоне, поэтому всегда хорошо отбросить это. И мы должны получить больше в следующих матчах и, как я сказал, продолжать руку. Конечно, это приятно, забивать всегда здорово, но, как я уже говорил, главное нам улучшать командную игру и больше забивать голову командно. Сухую серию в голове держали? Сухую серию для наших руководителей. Ты понимал это, когда начали игру? Нет, даже не вспоминал об этом перед началом игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!